Давайте друг к другу представляться и начнём, наверное, с девушки той, которая юнее. Всем здравствуйте. Я Томасян Ева, я амбассадор фонда «Живая классика». Фонд «Живая классика» реализует проекты, направленные на культурное просвещение, образование молодёжи. Мы работаем больше с предметом литературы и просвещаем нашу молодёжь в чтение. А мы все здесь участвуем сейчас, да? Да. Мы все втроём, да? Да. Так. Пожалуйста, ещё раз повтори погромче. Этот называется… Фонд «Живая классика». Я амбассадор, представитель фонда «Живая классика» в Москве. Сам фонд… Амбассадор. Амбассадор. Да. Что это значит? Потому что у нас много участников будет смотреть, и знают, что это за слово такое. Да. Амбассадор фонда «Живая классика». Наш фонд направлен на проведение различных мероприятий, и наша главная цель – это привлечение молодёжи в наше сообщество «Клуб друзей живой классики», где мы просвещаем чтение, популяризируем его и рассказываем об этом. Иначе несёт просветление культуру в мир. Нашу молодёжь. Да. Это слова такие красивые, благородные. А конкретно как это выражается? Деятельность фонда как выражается? Ну да. Это фонд какой? Он приконта? Или это самостоятельная организация? Ну, у нас Марина Смирнова, она представитель, она президент фонда, ну я так понимаю, она сама создала вокруг себя сообщество, комьюнити людей. Ну и фонд расширился, да, прям всероссийского масштаба, то, что во всей России дети во всей России участвуют. От фонда есть конкурсы, есть другие направления, вот амбассадорство как раз-таки, направление амбассадорства, есть просто конкурс чтецов. Извини меня, пожалуйста, ещё раз объясни, что такое амбассадор, потому что не все же, тут у нас совсем юные есть и совсем взрослые есть, мудрые такие вот. Миссию свою, вот что ты делаешь, завтра вот ты в школе планируешь, что делать? Например, вот ты проводишь завтра мероприятие. Амбассадор, вот это слово, амбассадор, что это такое? Мы представители этого фонда, и мы проводим мероприятия в наших регионах, где мы популяризируем чтение, где мы книги разбираем, культуру. Чтение? Да. Ну, раньше было общество... Читателей. Читателей, знаешь, как называлось? Ой, такое большое было общество в СССР. Книголюбов, общество книголюбов. Книголюбов, да. Да, у нас мероприятие завтра для начальной школы, там я планирую рассказать о литературе в наше время и в годы Великой Отечественной войны. Приурочена ко дню 9 мая, ко дню Победы. Да. Вот она как. Да, Ева скромничает, Ева подготовила, она распечатала сама, на свои средства, грамоты, сертификаты, благодарственные письма, купила значки, все с тематикой на 9 мая, чтобы детей, кто там будет участвовать, такое, скажем, вознаграждение было и привлечение. Но я считаю, это развитие и вклад в патриотизм, любовь к Родине, кроме чтения и любви вообще к этому хорошему и полезному занятию. А что они так Родину не любят, что есть? А вы знаете, по-разному есть люди, настроенные, живущие в России, по-разному настроенные, даже не секрет. Вот мне везет, что среди подавающих большинство моих знакомых, они все-таки любят Родину, несмотря ни на что. Любят наши березы, знают Пушкина, цитируют Лермонтова, это радует. И что очень радует, еще больше радует, что наша молодежь, вот, например, одна из ярких представителей, это делает с сознанием, то есть созидательные работы проводятся, с осознанием действия своего, для чего понимают. Понимаете, а не просто вот в ТикТоке что-то выложить, потанцевать и, в общем, таким образом привлечь народ и якобы свое время убить. Ну, под Родиной в данном случае что понимается? Культура российская или это… История. Культура, история, авторы, знаменитые писатели, художники. Творческие деятели. Творческие деятели. То, о чем я пригласила, она как раз-таки в контексте нашей с вами темы творчества и… Саморазвития. Вот. Я подумала, что это очень нам с вами будет актуально. Понятно, понятно. Да, конечно, актуально. Очень мне приятно даже. Три поколения получается. И Ева. Ну, теперь я тоже представлюсь. Меня зовут Оксана Дмитриенко, моя фамилия. Как я говорю, в миру. С недавних пор, с августа 23-го года, меня многие стали знать, как «Артагонета». Я начала создавать картины и изменила свою профессию. И сейчас создаю картины. Просто настолько фантастические, просто потрясающие. Благодарю. Ты можешь прямо сейчас вот показать что-то для всех? А если бы на экран вывести, не знаю, смогу ли я. Можно. Можно. Да, сейчас я в Телеграм. Потому что я восхищен, и я уже автоматически твой поклонник. Благодарю. Мне прямо очень приятно. Да, в Телеграм сейчас перекину Еве. Я покажу демонстрацию. Да, и Еве демонстрацию сделает. Так. Феникс сейчас еще перекину. Я две. Два видео. Видео сможем демонстрацию сделать? Да, только организатор отключил демонстрацию экрана. То есть мы не можем. Только организатор. А что мне надо сделать? Ну, разрешить, чтобы участники конференции тоже могли демонстрировать. А где это надо там чего нажать? Честно без понятия. Это, наверное, в настройках. Это, наверное, в настройках. В настройках конференции. Да. Скорее всего так. Либо позже можно будет под видео выложить. Да, да. Давай тогда позже. Но я просто хочу для всех сказать, что это восхитительные. Это настолько необыкновенные. Прямо чудеса. И поэтому ты вот коснись, пожалуйста, техники. Как ты это делаешь? Я хотел сказать, я на самом деле не считала себя, и пока еще до сих пор не могу привыкнуть себя художником, в силу того, что я создаю картины из подручных средств. Я использую капрон. Я использую бумагу туалетную, акрил, хрусталь, поталь, втирки перламутровые металлизированные. Ну, это даже пока не поймешь. Вот это настолько чудесно. Просто можно просто... Ну, самое главное, что в моих картинах, я расскажу один секрет простой. Это моя душа. Это то, чем я наполнена. Я этим делюсь. Это приходит. Я бы даже брала изначально какие-то референсы, да, там, ну, фотографии условно. Но из этой фотографии я настолько рождалась совершенно другое, что когда смотрела, с чего начинала, и что у меня получилось, несопоставимые вещи. Просто когда, и так как я не занималась никогда художеством, большую часть своей жизни я посвятила развитию продаж, то есть больших продаж федерального уровня. И неожиданно для всех у меня были проблемы со здоровьем, приоткроем завесу. И в августе СИБГМУ сделали удачную, слава богу, операцию. И я, как говорится, зарисовывая свою вот эту боль, на тот момент еще и физическую, и чтобы не уйти в депрессию, я начала заниматься художеством. Вот этому я учу в нашей школе «Человек будущего футурса» – открывать себе творческие качества. Могу сказать, сто процентов работает на себе лично. Вот это очень важно, да. Высокая продуктивность была, потому что за 4,5 месяца я создала, будучи начинающим вообще художником, коснувшись едва творчества, 23 картины. Потом мне стали заказы поступать, покупать мои картины, популяризировали их по соцсетям, заинтересовала моя техника. Но я ее не патентовала, потому что я считаю, что все, что нам приходит, это от бога, и мы проводники лишь здесь. И вот выставку мне предложили таким образом провести, когда я подарила одну из своих картин «Ангел». Я вам ее показывала, кстати, отправляла. Вот. И выставку, в которой я тоже хочу, чтобы ваши картины поучаствовали, если вы не против. 20 апреля это состоится в ТРК «Щелковский». А там где это будет происходить? А это будет прямо в самом торговом развлекательном комплексе. На третьем этаже у них есть зал выставочный, специализированный, с хорошим светом. На мольбертах размещаются картины. Я привезу свои, и часть картин, 10 человек будут еще участников, которые тоже не являются художниками, а как хобби. У кого-то переросло в профессию, у кого-то это хобби. Люди в 70 лет пришли, кто-то из-за каких-то душевных ран, так же, как и я, вот я начала знакомить. Я не у всех подряд, я брала у людей, которые я считала, что нужно помочь, поддержать морально. Я взяла эти картины. И, собственно, 20 числа эти картины будут представлены 10 разных людей, которые не являются художниками. Кто-то есть художник, но их мало. В большинстве случаев это просто как хобби, которое перерастает, и люди дня не могут пропустить, чтобы не прийти в мастерскую. Они как раз с любимым делом, в качестве посуга, кто-то уже, наверное, стал более профессиональным. Да. И это помогает им быть более здоровыми. Как раз это ваше, понимаете, то, что вы сублимировали, можно, если так сказать, собрали все и грамотно сделали это методично и структурировали, чтобы это как готовый продукт, чтобы люди могли пользоваться. Здесь наитием люди шли к этому. Вот как я случайно к этому пришла. А если бы я знала вас раньше, может быть, мне бы и проще было бы это сделать. А у меня эта осознанность пришла в процессе. Когда я уже начала, я поняла, что я не могу без мастерской. У меня было как маня туда идти, чтобы... И постоянно какие-то фантазии начинают приходить. Это когда человек начинает писать стихи. Я тоже пишу стихи немного. И чем больше ты их пишешь, тем больше тебе приходит. Но это вдохновение зависит в том числе. И ты забываешь о каких-то проблемах, которые бытовые, связанные со здоровьем. И у тебя улучшается даже состояние. И все вокруг как будто пазлы. Они начинают складываться. Потому что измени не мир, а себя. И тогда мир вокруг изменится. Это простая истина. Измени все такие простые. И нам кажется, они понятные. Но потом, когда мы начинаем на самом деле погружаться в эту истину, тогда она и открывается. Да. А сознание должно прийти. В общем, нам кажется, да, это я понимаю. Да, это я понимаю. На самом деле живет человек несчастный, страдает. Все он понимает, но ничего не происходит. Просто знакомые нам слова нам кажутся понятными. На самом деле их надо осознать. Я хочу при этом добавить, что дело не только в творчестве именно живописи. Или лепить что-то. Или петь что-то. Творчество – это вообще. Творческий подход – это поиск наиболее простого решения при решении сложной задачи через призму общечеловеческих ценностей. Вот ты с этого и начала. Это мне нравится, что ты с любовью это делаешь. Вот когда человек даже борщ варит с любовью. Ой, это вообще, кухня – это отдельная история. Как моя бабушка, можно я так внесу немножко. Жизнь обычного человека. Моя бабушка всегда говорила так. Зашла на кухню. Все. Ты творец. Я говорю, бабушка, почему? Ты будешь сейчас творить и всех кормить. Вот как ты зарядишь свою еду. Это бабушка. Мне было лет, наверное, 10. А я с 78-го года. Она очень мудрая была. И то, что сейчас некоторые психологи транслируют как-то вот что-то похожее. Мне бабушка это говорила с детства. И я всегда помню, если я захожу на кухню, у меня три сына, я должна отбросить все печали и только радостью наполнять свою пищу и пищу своих детей. Я с удовольствием. Я люблю. Я не модно. Я люблю готовить. Борщ особенно. Я тебя приглашаю в гости. Приготовишься и не будет. Я не против. Вот и приеду за картинами 19-го числа. Я к вам за вашими картинами. И могу приготовить что-нибудь вкусное. Отлично. Но я хочу задать вопрос, который интересует многих. Ну, хорошо. Мы говорим о том, что мы любим, например, рисовать. Кто-то любит петь. Кто-то стихи писать. Кто-то танцевать. Кто-то, ну, по творчеству как-то себе представляет в бытовом смысле. А вот как же жить ее? Вот, допустим, как зарабатывать? Ведь пока деньги существуют, как универсальный язык внешней свободы. А мы в данном случае говорим о внутренней свободе. А как вот в жизни-то быть? Вот человеку надо за ЖКХ заплатить. За ребенка, который в институт поступает или в академию. Или купить ему новые учебники. Или купить новые ботинки. Как вот он будет теперь у нас заниматься, как хобби, допустим, увлечется чем-то, творчеством каким-то. А жить-то ему как? Где он деньги будет брать? Вот это вопрос. Пересечение. Скажи, пожалуйста, твое видение об этом. Ну, мое видение об этом, это серьезный вопрос, такой социально направленный, наверное, для каждого живущего в нашей стране. Не только, особенно в сегодняшнем дне. Очень многие совмещают работу и, ну, основную, да, и хобби. И чем больше ты развиваешь хобби в себе, да, вот этот потенциал творческий, тем больше у тебя шансов выйти на уровень, когда ты можешь позволить себе уйти с предыдущей работы и начать коммерческие проекты по, сейчас скажу, как это правильно сказать, по созданию картин для дизайнеров. Очень много сейчас интерьерных картин, они вообще пользуются большой популярностью. У меня, по большей части, интерьерные именно картины. У меня как таковую нельзя назвать, что это живопись. У меня больше в раздел интерьера мои картины входят. Можно работать с дизайнерами, с строительными компаниями, где есть отделочные работы. Я просто подсказки даю. Художники, они же могут творить не только на холстах. Сейчас очень актуально на стенах, сейчас очень актуально разная лепнина. Творчество, оно же настолько обширное, настолько многограммное, что можно себя проявлять, было бы желание. Можно создавать свои проекты, объединять молодых художников. Очень многие ищут таланты юные, так как некоторые продвинутые художники, те же дизайнеры, они очень большие, просят, как это называется, стоимость, но это по-другому, гонорары. Начинающие, они довольствуются разумными деньгами, но при этом они растут профессионально. У них есть возможность реализовать тот или иной проект от заказчика. Это я одно из направлений рассказываю. Я таким образом вышла на определенный уровень своего развития. Я не могу сказать, что миллионы зарабатываю, нет, миллионы не зарабатываю, но это все пока. И как бы мы ни были одухотворены, как бы мы ни стремились, мы не можем уйти от материального. Мы живем в материальном мире. Вы правильно сказали, нам нужно платить ЖКХ, нам нужно что-то кушать. У меня трое детей, трое сыновей. Я воспитываю одна, но папа, к счастью, их помогает нам. Поэтому благодарю его за поддержку, потому что у меня сейчас этап становления мощный. И в этот период отчасти у меня есть на кого положиться, так незначительно, но все же. Поэтому согласна с вами, что от материального мира уйти невозможно. Мы живем в нем, и поэтому необходима реализация творческая через материю. Где-то принимать участие в выставках, где-то в проектах, показывать, заявлять о себе. А потом в дальнейшем, возможно, продажи через разные источники. Есть ярмарки, сайты, как это называется, площадки, плей-маркеты. Есть площадки «Город мастеров», есть «Суач-арт». Это иностранные площадки, где вот международного уровня. Вот девочки совершенно случайно туда выходят, и потом им предлагают вообще участвовать в проекте то итальянцы, то французы. То есть, поэтому было бы желание, в этом направлении можно много где реализовать себя. Без организатора же это не может быть, чтобы человек, допустим, работает где-то, да, где-то работает. Он занимается своим хобби на досуге, которое поддерживает его, дает ему повышение иммунитета, стресс-устойчивость и уверенности. И работа, где он работает официально, она таким образом поддерживается, потому что человек становится сильнее, крепче, увереннее. И там, где он вынужден работать, и зарплату получать, или деньги как-то зарабатывать. Я поняла. Здесь в любом случае это хобби помогает быть более устойчивым в любых областях. Тут еще один вопрос. Когда ты становишься неповторимым, поскольку ты развиваешься в своем творчестве, ты становишься необходимым. Тогда уже начинают к тебе обращаться, или за консультацией, как ты этого добилась, или там, дай нам твою картину, мы хотим ею украсить наш музей. И там что-то такое. Ну, как совместить еще в себе эти организаторские способности? Ну, вот таким образом, я вот вначале рассказывала, когда о себе, коротко, что мне предложили сделать мою выставку в Щелковском торгово-разделительном комплексе. И там нужно не менее 10-20 картин. И я подумала сразу о своих коллегах по цеху, где вот мы в мастерской, условно, каждый рисует свое. И я таким образом решила помочь людям, взяв их, предложила, давайте я вашу картину возьму на свою выставку, расскажу о вас коротко. Там вы напишите о себе, на каждой картине будут о художнике. Если кого-то, это социальный проект, это не коммерческая выставка, там не будет ценников. Но если очень кого-то заинтересует та или иная картина, она может быть продана. Но уже, как говорится, помимо такого комплекса, мне и организаторы сказали, Оксана, это уже будет ваша история, потому что мы социально ориентированы. Мы вам предоставляем площадку, цены мы, условия не ставим. Вот я еще, я почему-то так подробно рассказываю, что это один из, у нас очень много комплексов, не только в Москве, в любом городе они есть. И в любом городе нужно как-то развлекать аудиторию, особенно по выходным, будь то Томск, либо Новосибирск, либо Екатеринбург, либо Владивосток. И таким образом, сами художники надо найти организаторов. В данном случае я являюсь организатором. У меня вообще способности организатора, ну как бы по природе своей, я много лет занимался чем-то подобным, да. И поэтому мне легко это сделать в силу того, что мне это нравится в первую очередь. Я даю подсказки. Вы можете просто прийти в любой торговый центр, связаться с маркетинговым отделом и предложить, что, допустим, давайте мы вам организуем под какое-то мероприятие выставку. И объединившись с молодыми художниками, создать сообщество на любом ресурсе, который разрешен в нашей стране. Это ВКонтакт или Телеграм-канал свой можно создать. Пригласить туда художников молодых. Молодежи это проще даже сделать. Как-то я это вижу так. Наверняка кому-то мои слова могут запасть. И они уже, как я скелет даю, а вы уже можете нарастить массу. То есть свои идеи, свои какие-то видения, и каждый, зная, не знаю, специфику своего города. То есть вот как-то так. Не, но если наши подписчики, которые смотрят нас сейчас, вот будут смотреть. Я могу обратить, можете ко мне обращаться. Я могу подсказать. Я по России федеральными сетями занималась. Я много где была, более 80 городов посетила. Достаточно коммуникабельно. Я не боюсь новых знакомств, а с интересными людьми. А молодежи особенно интересно общаться. От них заряжаешься энергией, заряжаешься новыми идеями, взглядами со стороны. Это же здорово. Поэтому, в принципе, можно ко мне обращаться. Я чем могу, помогу. Информационно точно. Здорово. Тогда мы там должны будем контакты написать. Да. Я Телеграм напишу. Мне можно писать лично Телеграм. Я с удовольствием отвечу. Это замечательно. Ну, как тебе моя картина Федорина «Горе»? Ну, как я говорила ранее, что у вас вообще все картины, я вижу в них всегда многогранность, многоликость и большую философию. Глазки, глазки. Здесь такой мудрый мудрец. Да, здесь такой чайник мудрец-молодец. С легким таким, с легкой иронией, но с мудростью в глазах. Вот как мое видение. Вот первое, что я увидела. Я бы даже об этом озвучивала еще до нашей трансляции с вами. Это у меня чайник пар выпускает. Вот, вот, я же говорю с легкой иронией. У нас в методе «Ключ» есть такая часть, когда человек в таком сильном стрессе, он обычно зависает. Спать ложится, ему все крутится, эти картинки никак уснуть не может. Или еще в какой-то ССС ребенок, там вовремя из школы не вернулся. Он завис, ничего делать не может, все время об этом думает. А ему нужно по методу «Ключ» есть такая часть, чтобы он не зависал, пару выпустить. И мы там предлагаем, значит, я когда делаю или бесплатные ликбезы, или вебинары, я каждому вебинару, ликбезу рисую картину. И у меня есть этот чайник в разных видах, когда тема касается, как снять стресс, острый стресс, как выйти на самую себя, опять-таки таким уверенным, свободным. У нас есть такая часть, как обнуление. То есть освободиться от зависания, выйти на состояние безмятежности, безмятежности, чтобы человек почувствовал, ну, как иногда и он бывает, между сном и бодрствованием, такое состояние. Утром, например, проснулся еще не до конца. Какой неги. Мысли текут, как облака, ничего внутри не задевая. И вдруг вспомнил, что сегодня встреча или экзамен. И включился. Вот до момента включения, вот это нулевое состояние безмятежности. И вот там вот как раз для этого надо выпустить пар. И поэтому я чайник нарисовал, показываю. Представьте себе, что у вас такое напряжение. Подберите себе действия, которые вам хочется продолжать. Из миллиона различных упражнений, из миллиона различных действий. Выберите себе то, которое вам хочется продолжать. Это подобрать ключ к себе. А сам процесс подбора путем перебора развивает творческое мышление. Вот поэтому, если в школе у нас сегодня нет, как развивать творческое мышление? Ну, у нас вот это. В школе не то отдельная история. Развивание как-то. А это психофизиологический метод, нейрокибернетики. Если мы предлагаем человеку из миллиона возможных вариантов, например, физических упражнений, миллион различных вариантов, по 5-10 секунд, примеряй к себе, как ботинки в магазине, примеряй к себе то, что тебе подходит, перебирая их. Человек, например, делает плавательные движения, или трясется, или боксерские движения, или на лодке плывет. Представляет себе, делает эти движения. И вдруг какое-то движение он запал в него, зацепило. То есть органично получается. Органично. Ему хочется его продолжать. Вот здесь он как раз обнуляется. Да, самое, да, я поняла. То есть, синхронное текущему состоянию в моменте снимает напряжение. Пару выпустил. У нас есть прекрасное упражнение. Например, ключевая волна. Сидишь и вот так болтаешься, как будто в поезде едешь, или на пароходе, или в метро едешь, в электричке едешь. Вот так вот сидишь и по зеленой зоне. То есть ищешь, как тебе приятнее, как тебе проще, как тебе хочется продолжать. И нашел. И вот так тебе, допустим, хочется делать. И ты переживаешь, о чем переживается. Опускаешь мысленно самотек. И через пару минут ты продолжаешь это делать, а на душе уже безмятежность. Пару выпустил. Теперь происходит внутри перезагрузка. Оздоровление, повышение иммунитета, стресс-устойчивость. И поскольку ты уже из зависания вышел, организм сам себя начинает налаживать. Это очень интересно. И поэтому… Срабатывает, как самозащита получается, самосохранение. Конечно, конечно. Это все люди инстинктивно делают. Инстинктивно. А здесь делается осознанно и в таком простом виде объясняется, как сейчас я объясняю. И любой человек может… Дети маленькие. Вот, например, они тоже снимают лишнее напряжение, как ногой качают или на стуле качаются. Или как я сижу сейчас, крючусь вот так, вот меня не видно. Потому что было легкое волнение в начале, конечно же. А я в тюрьме так… Вот интересное явление я заметил. Разговариваю с человеком, с любым, вот в интернете, да? Я вот его спрашиваю, а как твоя мама, например, себя чувствует? И вдруг он, вдруг он сидел до этого, спокойно разговаривая, и вдруг он начинает вот так делать. Потому что он начинает инстинктивно делать повторяемые движения, а повторяемые движения снимают лишнее напряжение. Это у нас в природе организма есть. Вот просто сидишь, разговариваешь, коснешься важной темы, и человек начинает… Реагировать, тело начинает реагировать. Да, он пару выпускает. Вот если ему теперь сказать, а ты так делай осознанно, хотя бы пять минут в день за закрытыми дверями дома, когда тебе удобно. Хочешь – кричи, хочешь – вопи, хочешь – стани, хочешь – вот так делай. Как тебе нравится – так делай. А почему, говоришь, за закрытыми дверями? Ну, чтобы тебя не отвезли куда-нибудь в больницу. Ну, да, да. Это как я иду по улице. Иногда хочется так покричать. Ну, я иду по центру города, но если я начну кричать, даже в центральном парке меня же куда-нибудь увезут. Преимущество вот в эти места. Да, да. У этого человека вечный внутренний конфликт – это неисчерпаемый источник энергии, это стресс. Конфликт из-за того, что тебе хочется делать и что надо делать. Вот это внутреннее противоречие. Я нашел выход. А ты делай это за закрытыми дверями пять минут в день. Это будет самая современная медитация. А я танцую с детства. Когда мне очень плохо, я могу нарядиться. Это у меня с детства буквально. И когда мне разрешено было уже макияж делать, мне было больше 15 лет, я могу накрасить, делать прическу, включаю музыку, одна в комнате и танцую. Либо гуляю, знаете, как мне было. Могу поделиться своей методикой лично. Мне психологи никогда не могли помочь. Они говорили, ты сама себя на эмоции выводишь, плачешь, и тебе уже потом хорошо. Но деньги плати. Я ходила раньше, будучи студенткой, не было возможности деньги платить у психолога. Я ходила в магазины, где красивые сувениры стояли, где пахло благовониями. Вот эти вот появились индийские, вот эти индусские, вот эти свечи, лампадки всякие, вот это вот всякое вот такое, статуэточки. Это когда зима была. А так летом, весной, когда можно, я же в Сибири вообще живу, у нас большая часть времени – где-то снега практически. Прошу прощения, практически. Я на природу хожу. Гуляю, очень много пешком хожу, фотографирую всякие кустики, и мне это очень помогает. Потом разглядываете фотографии, они каждый день меняются. Ну, вот это моя методика. Лично. Какой город у вас? Томск. Томск. Большой город. Наукоград. Много университетов, много молодежи. Силиконовую долину у нас там по велению нашего любимого Владимира Владимировича много лет назад начали возводить. Весьма успешно. У нас также есть Академгородок. Очень много людей, интересных выходцев из нашего города Томска. Потом скину ссылку про Томск, почитайте, посмотрите, если интересно. Я был в Томске. Я и в Омске был, и в Томске был. Ну, Томск, он тупиковый. Омск, он более такой, восточный. Это прямо у нас к западу ближе. Омск граничит с Казахстаном. У них прям четкая граница. Мы-то нет. У нас Новосибирск, у нас Томск, Юрга, Кемерово, Новосибирск. То есть вот прям вот они города, которые считаются такие самые. Скажи, пожалуйста, вот то, что ты уже предложила нашим участникам, что они могут за советами тебя обращаться. Это огромное. Сердечное спасибо. Мы как раз таки, чем занимаемся. Мы хотим сократить кризисы на планете, потребность лекарств, потому что люди сейчас, когда у них стресс, вот ты предлагаешь хороший вариант творчеством заниматься. и я тоже это же самое предлагаю. Чем больше творческих начал в человеке открывается, чем больше творческих способностей, тем устойчивее человек это точка опоры для любых дел. Я предлагаю только то, через что сама прошла. Я не могу переложить то, чего я не знаю. Нет, я могу условно, но это будет обман. А я могу, я рассказываю про свою конкретную жизнь, про конкретного человека. Еще есть самоунушение, это аффирмация. У нас же все проблемы с головой. Я не говорю, что у меня нет проблем. Мне 46 лет буквально 4 дня назад было. Я много что исправить смогла за последние полгода. Знала бы я об этом раньше. Наверное, у меня и жизнь была бы другая. Но я рада и благодарю Богу, что я к этому пришла хотя бы сейчас. Я каждый день расту над собой. Я каждый день что-то в себе открываю новое. Скажи, пожалуйста, о чем бы ты хотела спросить наших участников? Что бы они подумались над чем-то? Они напишут там в комментах, мы их попросим. Ну, спросить? Знаете, у меня так просто написано. Это не мое изречение. Я мне где-то прочитала. Я не помню. О, шо, кажется. Я не помню. Какой-то мудрец. Цель жизни жить с целью. Вот пусть напишут, какая цель у каждого в своей жизни. Цели могут быть разные. И каждая цель имеет право на жизнь. Но когда есть цель, тогда есть желание жить несмотря ни на что. У меня мои маленькие двигатели, это мои три сына. У меня бывают такие моменты, когда руки опускаются. Когда я ушла сознательно из крупной компании два года назад. Могу сейчас об этом сказать, но не буду подробностей. Был серьезный шаг. Вот тогда я в бездну шагнула. В полном смысле этого слова. И через полтора года я вот так вывела меня, моя, как говорится, кривая судьбы моей жизнь в школу художественную. На тот момент у меня не было возможности оплатить полностью. Я взяла в кредит в рассрочку. Я это честно заявляю, я не скрываю. потому что это недешевое для меня было мероприятие. Но потом настолько я в это втянулась, настолько меня это захватило, что даже когда мне предлагали устроиться на работу, как мне говорили, устройся на обычную работу, как все нормальные люди. Прямо прямым текстом мне так говорили. Я поняла, что я даже не обижалась. Сначала обижалась, а потом, когда я начала, когда человек в искусство уходит, он иначе мыслит. Я иначе стала воспринимать вообще окружающих. Серьезно говорю, себя. Ну, а кто сказал, что тот, кто ходит на работу обычную? Я же не говорю, что все должны уйти с работы обычно. Нет. И не все могут быть творцами, не все могут быть писателями, не все. Каждый в своем не знаю, как направлении, каждый может себя найти. Кто-то и не хочет уходить с работы, которую любит. У кого-то это просто хобби, которое как его помогает ему вот так же выйти из стресса или отвлечься. Тот и ходит играть на музыкальном инструменте. Я рада, что в нашей стране и вообще в мире есть такие моменты, когда нету домов культуры, как это было раньше при Советском Союзе, бесплатный доступ всем был. Но сейчас хотя бы организовывают бизнес. Пусть это бизнес, но тем не менее есть возможность, как я в одной из бизнес-новой школ, это школа графика. я там пошла учеником. И там уже у меня начались морфозы происходить, мои внутренние. Кто-то ушел с работы, тоже учащийся в этой школе, кто-то поменял профессию, но не ушел в художники, но благодаря картинам находят знакомых, какие-то инсайты получают, и люди меня переучиваются, становятся программистами. То есть это прямо реальная история. Поэтому творчество, как вы правильно говорите, ваш метод, он раскрывает потенциал человека. Я вот дополнить хочу от себя. Это лишь инструмент. Это не значит, что все должны стать художниками. Мы не об этом сейчас с вами. Я правильно же вас понимаю? Мы о том, что творчество наполняет человека. Оно как бы дырки, которые в нас есть, энергетические дыры, таким образом заполняет художниками, танцами, без разницы чем. Каждый человек по природе творец. Просто многие об этом не знают. Потому что неправильно на школе учили. Нам показывали картины и говорили, вот так надо рисовать, как Шишкин, Репин, Левитаны. А я, например, это не проходило. И мне казалось, что я не могу быть художником, к примеру. И песни кто-то поет, а я не могу так петь. Оказывается, открываешь себя, оказывается, ты можешь петь, но по-своему. Да. Ты становишься неповторимым, и потом ты становишься лидером в песнях. Но это же очень интересно, именно те люди становятся необыкновенными, излучающими, дарующими, которые себя открыли в какой-то области, а не просто пользователи и повторяли других. Вот открыть себя, вот это как раз-таки помогает творческий процесс. Да, да, я об этом же, согласна с вами полностью. Я полностью с вами согласна. Это есть такой Чик Сен Михаил, автор теории потока, который изучал после вот этой войны, Великой войны, которая была. Кто уже вышел из стадии выживания в стадию жизни, сколько из них процентов, примерно 30%, которые чувствуют себя счастливыми? Он 60 лет переписывался с людьми и вычислял и вычислил. Оказывается, счастливыми чувствуют себя 30% людей, которые уже не выживают, а живут. Имеют доход какую-то платформу жизненную, стабильную. Но из них только 30%. Чувствуют себя счастливыми именно те, которые открывают свои творческие начала, которые имеют смысл в жизни. Вот. То есть смысл в жизни это когда ты занимаешься любимым делом. Спасибо за субтитры